Дорогие друзья, добрый день! Итак, сегодня второй день выставки, международной выставки транспорта Иннотранс. Компания SkyWay также продолжает свое участие и презентацию инновационных наших разработок всему миру. Вчера был просто огромный поток людей, несмотря на то, что мы находимся в уголке павильона. Но павильон одного из самых центральных, я покажу просто наши соседи, например. Это хитачи, The Future of Global Transport. Стенд стоит по таким скромным подсчетам около миллиона долларов. Вот у них здесь оборудован центр управления, второй этаж, красивые экологичные переговорные, кофе, чай. Как-нибудь я думаю, что и мы дорастем до такого же уровня обязательно. Здесь справа от меня огромная стена, это Симонс тут выстроил свою крепость. Это, я думаю, миллиона на два тянет, а может быть и больше. Вот, Симонс Ingenity for Life. Мне вчера здесь был такой концерт с джазменом. Все как бы тут ходят. А вот как раз идет какая-то презентация, можем пойти послушать. Вот, специанты. Разные уважаемые люди. Вы, Симонс, уже 150 лет в этом метеоритете, и я не понимаю, что в следующем году мы будем говорить. Тоже такой стендик заставляет задуматься. Есть к чему стремиться, скажем. Вчера приходил вице-президент. Симонс к нам достойно быстро мы ему объяснили. Он сказал, что сегодня придет с коллегами, потому что это интересно. Это то, что все ищут. Он сказал так. Мне даже это очень порадовало. Потому что он сказал, что это как раз объединение или линк между автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом. То есть то, что все занимаются поиском какого-то связующего звена. Очень интересно на самом деле побывать на такой выставке, пообщаться с людьми. Потому что становишься, скажем так, ближе к передовым разработкам, к тем трендам, которые ищут все крупные компании. Я вчера был на церемонии открытия и слушал презентацию главы Deutsche Bahn. Это один из крупнейших железнодорожных операторов мировых. И были из Канады глава железной дороги. Был представитель крупнейших германских компаний, которые относятся к железнодорожным перевозкам. И так у них было обсуждение довольно живое, где-то минут 30. Ну и всегда то, что диджитализация, то есть оцифровка, оптимизация транспортных систем, сетевое построение транспортных систем, больше к этому уделять. Мобильность 4.0 – это то, что была возможность все делать с телефона, электронно покупать билеты, узнавать дорогу, дополнительные сервисы. Но, к моему большому удивлению, достижением, вот как канадец говорил как раз об этом, что он считает крупным достижением железной дороги канадской то, что они провели бесплатный Wi-Fi. Я, конечно, понимаю, что бесплатный Wi-Fi – это серьезное достижение, но мне кажется, что в 21 веке вызовы транспортной индустрии состоят не только и не столько в бесплатном Wi-Fi. Благо, как бы телефоны у всех работают и интернет сейчас 3G нормальный, а все-таки в других требованиях к комфорту, к экологичности, к стоимости строительства, срокам строительства. И, ну, как-то мне странно показалось, что люди такого высокого уровня говорят о бесплатном Wi-Fi как достижении. Ну, ничего, ладно, мы, я думаю, что эту ситуацию еще обыграем. Лоджи плюс, я так понимаю, что решение для логистики, software. Да, почему-то здесь еще представляю, что инновационный поезд будущего – это поезд, набитый электроникой всего лишь. То есть, всего лишь мы берем старый поезд, на котором, ну, условно, он изменился, конечно, за последние 200 лет, но не так, чтобы прям вот кардинально сильно что-то поменялось. Ну и плюс, его набивают, набивают его последним программным обеспечением и называют это поездом будущего. Ну, мне кажется, тоже не согласен. Вот, кстати, Допельмайер – это одна из крупнейших компаний, занимающихся канатными дорогами. Роупейс. Кстати, хорошо, что здесь не нужно объяснять. Здесь вот народ, все-таки транспортные эксперты быстро схватывают и даже по очертанию струнного рельса понимают, что это synergy. Ну, как бы, то есть между… Это и не канатная дорога, это и не рельс. То есть, они видят, что это special construction of rail, это pre-stressed bridges, pre-stressed construction. Вот, поэтому они… Ну, то есть, не надо тут выречь, а почему вы канатная дорога или расскажите про вашу канатную дорогу, тут люди понимают, что это такое. Вот. Соответственно, вот Допельмайерс – это, как сказать, канатные технологии и это вот их кабинка, которая предлагается по внедрению в городе для перевозки пассажиров. Вот, хотя мы вчера… Вот, я сейчас подойдем с Лейтнером Роупейс, тоже мы общались вчера с ними. Они говорят, ну, конечно, то, что вы предлагаете, это на порядок эффективнее, потому что тянуть весь канат – это такая забота для технологии гораздо более серьезная, нежели чем построить легкие рельсы и по нему тянуть, конечно, просто колесо… Ну, т.е. ехать на колесе на электромоторе. Вот. И здесь вот, соответственно, у нас Kawasaki. Kawasaki – это вообще… Не знаю, они привезли вот, конечно, большой стенд, но три экрана, три маленьких модельки поезда, наверное, такого вот инновационного очередного. А, вот Синка-7. Синка-7. Да, это, конечно, скорость. А, максимальная скорость – 260 км в час. Наверное, может быть. Мне кажется, что 21 век уже ставит требования совершенно другие к скоростям. Здесь, что, в МАТО – 120 км в час. Так, мы покажем, что-то мне интересное такое. И, соответственно, вот здесь у них подвеска для поезда. Вот, что привезло к Kawasaki. Инновационно? Ну, не знаю. Может быть. Но, мне кажется, у нас поинтереснее. Ну, конечно. Вот. Коллеги, значит, все. Сейчас уже, я так понимаю, начинается. Через несколько минут или уже началось. В 9 ровно. Вот. Мы сегодня также работаем. Павильон 4.2, номер 307. Приходите, смотрите, трогайте нас, спрашивайте вопросы. С удовольствием поговорим, с удовольствием посидите. Вот сейчас. Так, вот наши соседи. Компания Leitner. У них тут вокзал вот такой, он вот целый. А вот, соответственно, наша компания Skyway Technologies. Вот, тут будут последние приготовления перед открытием нашей разработки. Все удивляются то, что вы в рамках своей компании ведете разработки и подвижного состава, и путевой структуры, и электромобиля. Вот наш электромотор. Вот наш юнибайк. Вот наша машина для патрулирования. Соответственно, что могу сказать? Приходите, смотрите, будем рады. Вот. И мы начинаем второй день. Я думаю, что в течение дня Сергей Анатольевич Сибиряков будет вести активно репортажи. Вот. Если будет время, буду включаться тоже, но просто со временем, конечно, дикая напряженка, потому что приходится перерабатывать большое количество людей, рассказывать, рассказывать одно и то же. В принципе, и вопросы одни и те же. Вот. И как бы со всеми справляемся. Вот. Все. Сегодня еще с 10 до 10 приедет Родхуф. Потому что тоже намечено пару встреч. Все. Тадам, дорогие друзья. Рад был вас увидеть. Увидимся тогда попозже. Алексей. Всем привет. Сегодня взяли карту, потому что зашли с южного входа. Потому что через серный ход уж очень долго идти. Засечем сколько времени потребуется, чтобы достичь нашего замечательного стенда. Ну, собственно, вот такие даже есть технологии на Инотранске. А нам нужно спешить, так как ждут коллеги, в том числе и со Словакии, сегодня подъедут. Ну, я думаю, многие другие страны мы также увидим. Так, друзья, приветствую. Я здесь. Никуда не... Там просто мы зашли с Алексеем через это, включили перископ. Вот. И мы вчера выходили этим выходом. Ну, вы не представляете, каких размеров и каких... Сколько здесь участников. Причем сегодня еще закрытая часть. Здесь только участники выставки. То есть это все ходят, между собой общаются. Так же вчера. А открытый день будет только завтра. И завтра как раз появятся уже люди там с проданными 136 тысячами билетов. То есть вот... И мы специально включили перископ. Алексей! Подожди, давай там еще. Вот. Поэтому мы сейчас будем проходить и вам кое-что показывать, чтобы вы просто имели представление, как... Потом мы с Алексеем специально сходим на стенд Hyperloop'а и еще хотим посетить сегодня стенд RGD. Туда, да? Они не тут. Они как раз в том направлении, в котором мы вчера шли. Ну, значит, или сегодня, или завтра, может быть, пойдем. Да, за так, конечно. Вот. То есть мы как раз, друзья, будем... Вот. Это летает. Это магнитная левитация же, да? Да, кстати, да. Ух ты. Вот это инновация, видите, так сказать. Летающая штучка. Это магнитная левитация, да? Да. Это магнитная левитация? Нет, нет, нет. Нет? Это не магнитная левитация. То есть просто радиоуправляемая игрушка, да? Ну, понятно. Да. Ну, вот. Думали, что инновацию встретили. Оказывается, просто очередная моделька. Вот. Так что... Так что... Мюш, ты меня спрашиваешь или... Я не знаю. Так, а это китайская железная дорога. Видите? То же, что показывают. Интересно, да, друзья? Вот. То есть как в магазин детских игрушек зашли. Вот это называется инновацией. Видите, как круто все здесь. Вот. Поэтому Ротхуд, когда все это дело посмотрел и сделал... Друзья, вот, в принципе, если бы это выставлялся станция юных техников какая-то, то это было бы интересно. А с учетом, что здесь каждый квадратный метр стоит для компании, которая бешеных денег, которая вот это все представляет, то это, конечно, очень забавно. Вот. Все это смотреть, видеть. Вот. Ну, наверное, в этом какая-то инновация и есть. Вот. Видите, вот едет инновационный паровоз. Да, друзья. Пойдемте посмотреть еще что-нибудь. А то вызывают, конечно, улыбку такие, как бы, вещи. Вот. Не будем, конечно, никого сильно там так критиковать. Так, Леш, давай это самое... А? Ну, давайте походим. Не, Леш, давай это самое... Ты не писать будешь. Давай мы все-таки найдем, а потом уже будем это... А то мы так... Будем два часа сегодня ходить. Вот сюда? Да. У нас... Как я понимаю. Вчера один партнер из Словакии, он четыре часа искал наш стенд. Пока нажал. Вы представляете, каких это размеров и как... И каких-то... Леш, куда дальше? Сейчас надо спросить, по-моему. Так, поэтому мы сейчас пошли с другого входа. Нас Виктор Бабурин вчера вывел оттуда. Мы шли, в принципе, не так долго со стенда. Ну, минут десять, наверное. А туда мы шли минут сорок вчера на стенд. Вот, поэтому... Вот. Ну, тем не менее, будем сейчас вам показывать интересные стенды. А вот, кстати, Deutsche Bahn. Да, это Deutsche Bahn. Это немецкая система метро. У них она... Уровны S-Bahn, Deutsche Bahn, H-Bahn. Вот. Это все система коммуникации. Вот мы сейчас, перемещаясь по метро... Вот, видите, это уже побольше игрушка стоит. Это Самсан. Вот. Ну, смотрите, уровень изготовления, да. Вот. Железная дорога. И на Францию. И на Францию. И на Францию. Так, может, нам еще надо было подняться? Леш, ну ты же занимался, ты сказал, что ты знаешь, куда иди. Увидимся в парке. Увидимся в парке. Увидимся в парке. А, вот. Да, вот. Вот это, да. Угу. По нему же, может быть. Леша. Наверное. Вот. И, друзья, представляете, вот атмосфера. Это самое, что... Вот. Вот. Народу просто... Друзья. И это еще не свободное посещение. Это еще не проданные билеты. Это люди, которые именно смотрят, профессионалы, которые изучают именно то, что есть. Представляете, какая территория. Тут надо уточнить сегодня, сколько территории вся этой выставки. Но это не один, наверное, десяток гектаров. Вот. Так, мы идем в правильный направл. Да, правильно. Вон у нас второй. У нас четвертый павильон. Да, значит, у меня все-таки задатки сусан... Топографии есть. Да. Задатки Сусанина есть, да? Хе-хе-хе. 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 Так. Ну, в принципе, друзья, мы без довольно-таки долгих поисков. Точнее, плутаний. Вот. Как тебе вчера, когда Стив-то к нам на... Не Стив, а этот... Стефан четыре часа шел к нам на стенд. Да, да, да. Вот. Это, конечно, пока рекорд. Пока рекорд. Ну, каждый, по идее, должен найти стенд сам. То есть это своеобразная такая... Миссия Головоломка. Ну, зато, друзья, пока ищешь стенд, посмотришь очень много выставки, очень много экспонатов, поэтому вот там есть определенный... То есть мы... Давайте пока... Мы будем идти... Сейчас, чтобы... Вот это... Так. Сейчас налево, да. Друзья, мы... Как раз ряд еще раз комментариев, кто только подсоединился, значит, инотранс, это крупнейшая выставка, вот, мировая именно в сфере транспорта. Нас сюда пригласили, потому что уже вчера задают вопросов, сколько вы заплатили там все это. Это бесплатное участие для... со стороны организаторов, которые считают, что интересный стенд Hyperloop заодно. Заодно. Ну, друзья, мы на Hyperloop сегодня сходим обязательно, просто вы понимаете, чтобы вот в этом муравейнике найти... Здесь, правильно? Вон бомбардер зато. Да. Ну, смотри, там вот... Вон, где идут, мы должны вдоль этих пройти всех этих самых поездок. Вот, мы идем правильно, да-да-да. Вот. Вот. И поэтому, друзья, нас пригласили сюда бесплатно. Вот. У нас были расходы только, как вы понимаете, естественно, связанные с транспортировкой подвижного состава, юнибуса... Локомотивы. Тоже инновация, не инновация. А, кстати, вот, смотрите, вот сейчас мы вам покажем интересную штучку. Вот видите, что показывает подвесной состав. Принцип примерно такой же. Балка, электродвигатель. Вот такой принцип. Да. Вот как это выглядит, вот как это живет. Какая пассивная конструкция. Какая-то дорого стоит из-за этого. Из-за того, что все из металла. Из металла, да. Вот. И вот, кстати, Леш, сфотографирую, это очень интересно, потому что наш мотор-колесо выполняет те же функции, но он, наверное, в тысячу раз меньше. Да-да-да, я фотографирую. Как раз. Друзья, вот принцип, видите, это мотор-колесо. Леш, очень интересно, смотри. Леш, вот видите, друзья, это мотор-колесо. Это мотор-колесо. Вот это все. Слушай, Леш, смотри, как интересно, да? А сейчас давай возьмем и, в принципе, сколько пассажиров везет. И сравним с нашим Юнибусом. Возьми, возьми, это интересно. Интересно, прям по характеристикам сейчас это. Сейчас сравним, друзья. И вот сейчас мы с вами сделаем сравнительный анализ инноваций, который якобы, вот, который показывают. Видите, какая же железяка. У них только съемник стоит, видишь, так сказать. Интересно, интересно мы нашли. Да. Это самое. Вот. Видите, друзья, сейчас это мы специально делаем, что сейчас с рамками, то есть это по характеристике мобильность завтрашнего дня. Мобильность завтрашнего дня. Да. Мобильность завтрашнего дня. Мобильность завтрашнего дня. Принцип такой же. Балка висит, подвижной состав висит. Вон, сейчас мы еще пройдем мимо стенда Бомбардье. Тоже известная компания. Все это. Ну, просто, друзья, видите, да? Сколько, сколько народу, как, то есть, как это работает. Причем, еще раз повторюсь, друзья, это еще без, без, без свободного посещения. Так что, так, еще раз сейчас переключимся. Вот стенд Бомбардье. То есть, понятно, что крупнейшая компания, я вам могу сказать, зная эти расценки, это, друзья, очень дорого иметь вот такой вот стенд. Вот такой огромный, видите, сколько народу. Вот. Ну, это один из мировых лидеров сегодня производства и подвижного состава, и самолетов. Много чего. Вот тоже, видите, трамвай инновационный. Вот. Вот. Это как раз вот, Виктор вчера очень классную вещь сказал, Богорин, что понимание у всех инновационности – это взять старый трамвай, которому уже там будет скоро 300 лет, и в него напихать кучу компьютерной техники и назвать это все инновационным транспортом. Вот. Конечно, это сомнительное как бы утверждение. вот тоже, видите, что представляются. вот такой-то. Вот. Ну вот, друзья, у вас еще раз создаются впечатления. Вот вы участвуете, вы видите. Ну вот, я вспомнил. Если бы то. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Вот налево. Видите, сколько участников, сколько работы. лево, поэтому сейчас… Сегодня… Не то. Не, не то. Нам дальше надо было идти, Леша. Дальше, дальше туда. Просто выглядит так. Да. Значит, смотрите, и сегодня интересный день, что вчера очень многие люди там подходили, смотрели, брали визитки с точки зрения профессионалов. Сегодня в основном будут подходить люди, которых уже возник интерес. Вот. Поэтому… Леша, а нам самое такое, нам же по Сименсу можно найти. Нам то-то самое. Мы же прям рядом… Вот. Поэтому, друзья, кто еще не видел, не слышал наши репортажи вчера… Вот, смотрите. Закрывается, закрывается. Да. Видите, тоже инновационная дверь. Видите? Давайте будем инновацию. Давай. Да, друзья, в Hyperloop зайдем обязательно, но это мы сделаем после вебинара. Ну, у нас же в час с Алексеем традиционный вебинар. Вот мы его будем прям со стенда проводить Я думаю, что если получится Прямо из юнибайка Изнутри Вот, соответственно На Hyperloop мы сходим После обеда, потому что здесь Найти целенаправленно любой стенд Друзья, это целое мероприятие Вот, потому что Мы все по пути С Алексеем на наш стенд По дороге выйти мы Смотрим сейчас Подвижные составы Вот, вот тут стоят вот такие Паровозы Наверное, они в чем-то инновационные Вот Конечно, они отличаются От Австрии Видите Вот это Тут Трамваи Вот Вот Какие-то тепловозы Траввозы Так что Вот скоростные электропоезда Это Сименс Вот Это То, что делают Реально Сегодня это скоростные электрички Видите Ребята Самый большой павильон На выставке Сименса Поэтому Ищите Сименс Мы в радиусе 20 метров Поэтому Что весьма очень символично Да, что очень весьма символично Мы находимся между Тошибой, Сименсом и Кавасаки То есть это пока Да, это пока наш уровень Давайте внутрь зайдем Вагона Просто для сравнения Сейчас Скоростной поезд Сименса Да, да, да Конечно Сейчас туда заходить Там уже То есть вот Вот Сименс Вот Скоростной поезд Вот как это сделано Вот Конечно По сравнению с теми Поездами-электричками Которым ездим Это Отличается, конечно Но это сделано дешево На самом деле Да То есть очень бюджетно Очень бюджетно, да Ну, качество исполнения Конечно, друзья Это Сименс Но Сейчас мы сравним С нашими Юнибусами Я могу сказать Что мы вообще не хуже А по концепции Я сейчас зашел И Мне бросился Сразу во внимание И в обоняние Запах 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 пластмассы То есть здесь Используются материалы Не абсолютно экологические На мой взгляд Видите Какая Ну, вот видите Мы с вами посмотрели Сименовский Сегодня Вот А почему это очень хорошо И знаменательно Нам надо будет сравнивать Потому что пропускная способность Систем Которую мы делаем Вот Она сопоставима Вот с этим Подвижным составом И здесь это Просто вот такие вот Огромные Составы И Посмотрите Какие миниатюрные И намного дешевле Дороги Которые у нас Вот Подвижной состав Вот Поэтому здесь Подвижная Все это Радикально Вот Поэтому Ну Сименс Причем 90 км в час Было написано Он может разгоняться Да Это городской Это как раз метро Это фактически Вот Вот он Огромный Стенд Сименс Видите Так сказать Вот он Вот И дальше Уже мы Как только мы Сименс нашли Значит Друзья Мы уже пришли На наш стенд Потому что мы Прямо затаились Рядочком Рядочком С Сименсом Что тоже Очень и очень Символично Вот То есть мы говорили Что вот Видите гиганты Какие Вот стоит стенд Сименса Вот это все Сименс Видите Огромный То есть как всегда Куча народу Они всегда Тут банкет Закатили С музыкой С джазом Вот Вот Хитачи Проходится Тоже огромный Стенд Он им обошелся Вот только Вот этот стенд Более двух Миллионов долларов Вот То есть вот этот Стенд Вот этот самый Поэтому мы Конечно Считаем Что для нас Это неприемлемо Зачем нам Выбрасывать Такие деньги Поэтому У нас бюджетный Стенд Но очень Хорошо оформленный Вот Очень Недорог Ну в смысле Одному Предоставлен Бесплатно Правда Они нас запихали В угол Конечно Но я думаю Что это будет Самый удачный Самый посещаемый Угол Особенно завтра Вот Поэтому Вот Вот я вам Показываю Вот Кавасаки Стоит Да Вот мы подходим К нашему стенду Грузья Видите И сразу Сразу Заметно Видите Вот Оживление Люди У нас Небольшой Стенд Вот кстати Прям За стенкой У нас Смотри Прям конкурент Эта самая Система Видишь У нас Оказывается Прям С Наш Соседний Стенд Это Видите Это французская Система Да Не Ну это Фуникулера Фуникулера Да То есть Видите Так сказать Кабинки Тоже Так сказать Это Вот Они Показывают Но тем не менее Смотрите У городской Свидетель Должен Могут Перемещаться Вон Ролик Да Насколько Сложная Технология Да Сложная И дорогая Вот Друзья Мы подходим К нашему Стенду Видите Так сказать Как Всегда И это Еще Друзья Как раз Только Только Начало Начало Дня Начало Это Виктор Бабурин Здравствуйте Здравствуйте Скажи Что-нибудь В Перископ Вословацку Можно У нас На каком Угодно Можно Добрый день Проехем Мы находимся на выставе InnoTrans в Берлине, прямо перед станом сполочности Skyway, где выставят превратную технологию Unibus и Unipike. Но это не так, что может плакать, потому что это такие моменты, где человек такой характер, как я, с этим технологией, с ужасом тих людей около этой технологии, которые делают. Дякую еще раз сполочности Skyway, что можно быть частью этого бизнеса. Отлично, спасибо, Братиславович. А мы как раз буквально после выставки, через неделю, едем на конференцию в Братиславове. Но Братиславово, Тубанская Быстреца. Ну, Быстреца, да. Приветствую, да. Так что, видите, друзья, начинается работа. Вот мы дошли до нашего стенда. Вот, я сразу просто вам показываю, видите, вот как, я даю в небольшом пятачке, сколько народу, сколько, так сказать, это сразу. Здесь сходу включается в работу. Вот у нас сегодня большие делегации из Словакии, из Чехии. Так сказать, это вон Ротхук. Вот, ну к нему мы чуть попозже подойдем, сейчас не будем его отвлекать. Вот. Так что... Так, ну что, друзья, так, значит, по инновационному пулу мы еще с вами чуть позже поговорим. Вот, так что... И вот фактически, друзья, вот так вот мы... вот видите, друзья, мы дошли до нашего стенда, началась работа, народу много, продолжение. Сейчас Виктор... По инвестициям взял, а вы еще... Так, ну что, друзья, сейчас у нас будет традиционный технико-экономический вебинар. Вот, он будет вестись сразу и в нашей комнате, и, естественно, в Перископе. Вот, Алексей готовится сейчас к этому вебинару. Вот. Сидит он прям в... в Юнибусе. То есть, я могу сказать, что это первый, наверное, вебинар Skyway, который проходит, видите, прям в Юнибусе. Вот. Мы прямо находимся на стенде. То есть, я вам показываю, что это наш стенд. Рядом находится модель. Вот. Тут ходит... Виктор Бабурин. Второй день. Второй день. Как всегда, РОД активно работает. РОД. Так, значит, это... Там дальше францисик. Вот, то есть, друзья, народу много. И я думаю, что такой необычный вебинар... Ну и... Чао, Сергей. Лоу. Чао. Вот. Просто мы этот вебинар проводим. Вот. Ну и вот Алексей готовится сейчас. Так, что, друзья, соответственно, как мы обещали, мы ни в коем случае... 152 человек. 152 человек. Ну, подключение. Я думаю, целые города смогут. Да. Мы не будем с вами нарушать традицию. И я думаю, что таких вебинаров... Мы будем вести вебинары и из юнибусов, и на месторождениях. Традицию нарушать действительно не будем. В любой точке земного шара будем включаться по средам. Да. Среда – это вебинарный день. Вот. Мы обязательно с вами расскажем сегодня. Много задавали вопросы про инновационный пол. Про него есть специально, что сказать. Мы прям посвятим это определенное время. То есть, видите, Алексея ботинки 46-го размера, которые стоят рядом, бабочки. Это не просто пол. Сегодня мы проникли... Это не просто пол. Вы, наконец, сегодня узнаете, в чем же его инновационность и почему это тоже очень большой ноу-хау, даже, казалось бы, вот для такого простого решения. А мы как раз, когда шли сюда, друзья, мы рассказывали, показывали вам, и через «Сименс» мы прошли состав, и еще очень много, как понять, инновационный пол. Вот это мы как раз, друзья, расскажем, что в этой машине, в этом электромобиле, в этом электро-юнибусе здесь все инновационное, абсолютно все. И этот пол, он действительно очень серьезный, достоин того, чтобы о нем поговорить отдельно и рассказать о системе ноу-хау. Пока Алексей сейчас настраивается, еще... Начинаем? Да, запускайся, запускайся, выходи в эфир. Вот. Мы нашли место для вебинара, видите, это... Отлично. Я думаю, что из «Юнибуса» еще, так сказать, это никто. У нас и в «Перископе» сейчас идет прямая трансляция, и на вебинаре. Там уже 150 человек. Традиционный вебинар, а мы это показываем все сразу теперь уже двумя трансляциями. Я понял. Немножко спады, смотрю, да, население сейчас? Не, а это сейчас естественно, сейчас это... У нас завтра будет просто сумасшедший день, потому что завтра билетов уже нету. Сюда приехали люди, не могут зайти. Билеты все уже, билеты не прибавятся. Вот. Так что... Так, помахайте, это, кто не знает, это Игорь и Ольга Бабурины, родители Виктора Бабурина. Так что... Приехали поддержать. Да, приехали поддержать. Всем привет, да, так сказать. Вот. Поэтому, видите, так сказать, здесь все очень замечательно, все работаем, все. Алексей начал уже вещать. Сегодня присутствуют на нашем стенде у нас на выставке на Транс-2016 два стенда, то есть один в Южи Мобилити Парк и второй возле Симмонс, что весьма символичны, а также наше мнение по этому фокоду мы обязательно раскроем на этом вебинаре. Данный вебинар проводится, дорогие друзья, прямиком из Юнигуса. Это 14-местный подвижной состав, который сможет достигать скоростей до 150 км в час и предназначен для перемещения по городской среде. И, собственно, вот это действительно высокотехнологичный хай-течный, скай-течный интерьер. Мы увидели сами в первый раз, были очень серьезно поражены. Эмоции просто переполняли и переполняют, дорогие друзья. Мы не ходили еще на стенд к Hyperloop и планируем сделать это сегодня. Ведутся постоянные трансляции Перископ. То есть, мы... Скажи, и сейчас ведется трансляция Перископ. Мы обязательно сбросим ссылку на трансляцию Перископ. До свидания. Давайте. В реальном времени подходит множество делегаций. Вчера подходили вице-президент Симмонс, министерство транспорта Индии, по Китаю, какие только страны не были только вчера. И это только первый бизнес-день, дорогие друзья. Стоит напомнить о том, как мы попали на эту выставку. И, собственно, это было приглашение от Министерства промышленности Германии. И, собственно, начиналось все с небольшого стенда. Сейчас это уже действительно такой вот приличный стенд, не какая-то коморка, 10 на 10 и так далее. Здесь находятся реальные, в масштабе один к одному машины, в одной из которых я веду трансляцию вебинара. То есть, это 14-местный Юнибус. Особенно поражает всех Юнибай. И те, кто присутствует и в этих залах, и в соседних залах. Выставка Иннотранс просто огромная. И когда мы добирались с того входа, который располагался дальше к нашему основному стенду, у нас возникла такая мысль, а возможно ли, что через 5 лет инфраструктурой в Мессе Берлин будут Юнибэги, Юнифоксы, то есть, какой это будет название? Это представитель чешской делегации, просто настолько его переполняют эмоции, что он ходит и даже танцевал. Так что все это у нас тут, так что не переживайте, все хорошо. Рекорд у наших коллег вот Стэпан в отзыв вчера подходил на наш стенд, он искал стенд 4 часа. То есть, люди находятся в пробках не только на автомобильных дорогах, не только страдают от пересадок, от потери багажа. И на следующем вебинаре обязательно мы подберем очень интересную историю, которая происходит непосредственно проявления на последние свидания. Да? Мы хотим еще раз с вами. Сейчас будет вебинар. Мы будем уходить домой. Время мы будем вебинар. Хорошо. Это, друзья, просто акт. Михаил, как тебе проведение такого вебинара? А мы сейчас будем прекрасное проведение, мы сейчас будем снимать ролик, вот вы вчера своим перископом подсматривали за нашими новостями, а мы сейчас нашими новостями подсмотрим за вашим перископом. Маловерды, как говорится. Маловерды, да, то есть, это действительно выглядит прям так вот. То есть, видите, вот Михаил Кириченко тут стоит, так сказать, это строй Skyway, спасай планету, а вот Алексей ведет. Что значит школа. Так что, друзья, согласитесь, что это несколько и симптоматично, и символично, и просто здорово, я так могу сказать. Вот, поэтому просто здорово. На лужочке на таком середине. Вот уже приветы передает Михаил Кириченко, привет. Ответный. Ответный привет. Спасибо. Тронут, польщен, не ожидал. Так что, друзья, прям, прям хорошее место мы сегодня выбрали. Есть те подвижные составы городской пассажирский, который будет иметь пропускную способность до 200-300 тысяч на одну ветку, на одно направление. Если кто-то пожелает заказчика, соответственно, иметь более серьезную пропускную способность, то, пожалуйста, два направления можно опустить в одну и в другую сторону. И, собственно, даже сам транспорт Берлина, который мы испытали на себе, не сразу разобраться. Есть несколько направлений АВЦ, большая осветленная инфраструктура метро, это Доушбан, и, соответственно, Доушбан мы видели инфистанцию... Видите, это теперь Кириченко нас снимает, как мы ведем вебинары. Вчера мы снимали его трансляции, как он брал интервью, а теперь съемочная группа снимает, как мы ведем вебинары с Алексеем. ...строен вот такие массивные сооружения, когда действительно механизм одного локомотива ростом с человека. Что говорить о наших мотор-колесах, которые вот буквально вот такого размера, 4 мотор-колеса позволят переключаться... А давай... Давай я сейчас рядом сряду, чтобы мы вдвоем тоже учимся. В 2018 году, дорогие друзья, выставка InnoTrans проходит каждые два года, и, собственно, в 2018 году мы считаем, что мы покажем фурор, очередной фурор, и это уже будет высокоскоростной подвижной состав. И все это возможно, дорогие друзья, только благодаря той схеме, которая была выбрана нами ранее. Это краудинвестинг, это народное финансирование, это инновация в сферах финансирования серьезных крупномасштабных инфраструктурных проектов. Эту инновацию придумал Анатолий Эдуардович Юницкий. Эту инновацию придумал ни Крауд Кьюб, ни Окулус Рифт. Все они делали то, что уже было. И, соответственно, вот пройдя множество стендов, я могу сказать, что настоящее будущее и настоящая инновация находится на нашем стенде. Мы обязательно в перископе, в прямой трансляции вам покажем стенд Hyperloop. Две компании представлены, Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies. Но сейчас, честно говоря, даже нет времени туда пройти, потому что огромное количество народов и Ротхук, бывший министр транспортного департамента Южной Австралии, инфраструктуры, развития, о котором мы всегда говорим на наших вебинарах, как активного нашего человека, который поддерживает проекты, не просто поддерживает, а развивает в виде адресного проекта. Он обязательно сегодня выступит на стенде также находятся наши коллеги со Skyway Invest Group. И, друзья, нет границ, нет рамок и каких-либо вопросов между различными инвест-проводящими системами, дорогие друзья, потому что мы объединяем мир. И действительно объединять мир это наша работа. Еще, что я заметил, дорогие друзья, был на многих выставках по роду своей прошлой деятельности. Как вы помните, это агенция языковых переводов. И сегодня я заметил спящих на стендах молодых людей, ожидающих с нетерпением, когда же настанет вечер. Что касается наших активистов, то впервые в своей жизни, дорогие друзья, я увидел волонтеров. Я увидел волонтеров на стендах. Это бойкие британские девушки, которые буквально разворачивали людей, которые шли от нашего стенда. И так как на этой выставке наш стенд находится в углу, все равно к нему подходит огромное количество людей. И это бизнес-день, дорогие друзья. Это еще не паблик-дей. И что будет уже в тот день, когда смогут все посетители посетить наш стенд, я боюсь даже предположить. То есть уже многим не удается сфотографироваться с унибусом, потому что очень много народу всегда находится. То есть мы сегодня с Сергеем Анатольевичем приехали ну где-то в 10 часов уже огромное количество людей интересовалось, давало контакты, визитки. Очень сильно людей заинтересовывает тот факт, что уже этой осенью мы продемонстрируем наши подвижные составы в движении. И когда мы говорим, что не хотели бы вы обменяться контактами, когда человек даже не хочет давать контакт, он потом сам просто дает визитки, потому что все желают увидеть эту трансляцию, той демонстрации, которая у нас будет уже этой осенью. Так, ну мы будем меняться, я буду подводить коллег, дорогие друзья. Сегодня такой более эмоциональный вебинар. На технических особенностях мы остановимся на инновационном поле нашего подвижного состава. То есть вы видите зеленый пол и действительно инновации есть даже здесь. Наверняка мы о многом даже еще и не в курсе Сергея Анатольевича, но естественно будем уточнять и максимально освещать наши подвижные составы по инновациям, по тому, чем они отличаются от современных подвижных составов, выезжают на следующих вебинарах. Сегодня поймите нас правильно, рабочая обстановка, но тот факт, что многие лидеры, многие активисты с различных стран, директора многих инвестпроводящих систем, которые формировали финансированные и добились результаты по-другому из-за 20-го и 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 20-го но я собственно передаю слово Сергею Анатольевичу Дирекову Дорогие друзья я искренне надеюсь что чувствуются те эмоции тот накал страсти вот когда находишься вот в таком интерьере когда действительно ощущаешь что это машины мирового уровня Сергей Анатольевич вам слово Так на все эти методы выходи Друзья Действительно вот мы сейчас все под впечатлением тут и Смарат Хук он и Виктор Действительно такого вебинара чтобы он шел прямо уже из нашего юнипуса и здесь друзья что может говорить что угодно можно учесть и что самое интересное поражает специалистов которые приходят все говорят это макет это модель это ну скажем так прототип и когда узнают что это действующий образец который отсюда сразу уезжает уже на полевые испытания у людей просто вызывает это как вы представили оригинал то есть действительно уже действующий образец да и это была как раз и цель и задача заявить о том что технология есть что она существует именно привести две действующие машины которые отсюда прямо сразу уедут на испытание ну с небольшим промежутком потому что будет транспортная неделя с 4 октября вот дорогие друзья ведутся две параллельных трансляции действительно работы очень много и нескончаемый поток Родхук бывший министр транспортного департамента Южной Австралии а также инфраструктуры развития также с удовольствием отвечает на вопросы и это проект Skyway дорогие друзья это то что происходит уже сегодня не в будущем а в настоящем эти машины были подготовлены вот эта вот машина Unibike Unibag вообще родилась 6 месяцев назад в концепте в визуализации в чертежах сегодня это готовый действующий образец Unibus концепция городского пассажирского транспорта сегодня это также действующий образец один к одному все это будет продемонстрировано движение уже осенью Сергей Анатольевич ведет вебинар сколько людей присутствует 205 человек у нас традиционно это в общем-то такая мы будем вести вебинары из всех мест нашего необъятного земного шарика независимо от того где мы будем находиться на месторождениях в каких-либо странах сегодня будет в вебинаре участвовать множество наших активистов ну и соответственно естественно Виктор Бабурин Илон Маск пока ждем дорогие друзья информацию но что-то мне подсказывает я не буду говорить что мне что подсказывает возможно все реально все возможно дорогие друзья в этой нашей жизни тем более те кто поддерживает проект Skyway можете задавать вопросы пока я поотвечаю на вопросы пока Сергей Анатольевич вещает свою часть сегодня обязательно на вебинаре выступит также Виктор Игоревич Бабурин вот сейчас Виктор естественно занят работой с иностранцами мы активно помогаем Виктору как можем по нашим знаниям английского французского словацкого и других языков и сегодня на вебинаре также выступит Виктор Игоревич Бабурин я думаю после Сергея Анатольевича вчера просто буквально на на сколько на меньше чем 10 минут Виктор включился в перископ начал что-то говорить интересно и прибавилось 2000 людей причем дорогие друзья самое интересное это не было никакая ни накрутка ни сервис я даже покажу вон видно 3000 человек да 3000 человек это присоединились за вчера мы попали каким-то образом в топ без использования каких-либо сервисов ну собственно это не мудрено потому что Skyway должны попадать в топ Леш слушай там не Даша никак не может с вами встретиться в какой-то скаменте скаменте ты можешь слушать так сейчас не Даша ждет звонка оттуда не можем стоить сейчас секунду сейчас это пластик видно что это какой-то дизайн а здесь все ну правильно материал здесь дерево которое есть все сделано друзья на таком скажем высоком уровне технологическом что это просто вызывает во-первых гордость за наших изготовителей за наших за бригаду именно мастеров под руководством Снекевича под руководством генерального конструктора юницкого инженера юницкого который делает вот такого уровня мировые машины вот репортажи с юнибайком мы вам показывали вот это конечно Виктор видит и тут проводит очень прежде презентацию то есть работу никто не останавливает мы находимся в действующем образце юнибуса и поэтому делегации идут Виктор показывает и здесь я думаю что друзья у вас нет никаких вопросов что никто никому не мешает мы все занимаемся своей работой у нас с Алексеем просто традиция что зависает совсем на любит сейчас сейчас нормально движется да просто мы же на инготрансе представляете здесь десятки десятки тысяч людей интернет раздается но перископ мы ведем через мобильный интернет через мобильную карточку вебинар тормозит говорят перископ дубляж дорогие друзья да в перископе будет дублирование так что по чатам раскидется вся информация поэтому увидите все информационное поле которое есть естественно друзья больше никаких вопросов сегодня задевать не будем потому что сегодня основной именно инотрамс атмосфера вы видели сколько людей видели делегистр у нас здесь на сцене постоянно люди постоянно не просто друзья с неким вы знаете как они как они спеши 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 3 километрии спеши это не спеши это транспорт и с 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 А вот сегодня записал, как мы с Алексеем ведем вебинары. Мы несколько лет это сделали, он сделал репортажи про хорошие вебинары. И даже во время выставки мы, соответственно, указали, как это происходит. Вообще, друзья, интереснейшее, что вы подписываете, если вы еще не подписаны. Смотрите по этому видео. Михаил, а может быть, ненадолго включитесь на вебинар? Кто же будет такой прямошел? Нужно просто что-то сказать. То есть, это именно такой энергетически заряженный вебинар. Он встречается с СССР. Михаил Кириченко был. На вебинаре Михаил Кириченко был. Сейчас подключим еще к Михаилу Кириченко. Вчера я сказал, что я посмотрел очень много стендов. Я посмотрел на Варсе. Друзья, если не на Варсе, которую я могу назвать, словно цитировать. Меня вызывает действительно гордость. Это SkyWay. И теперь, друзья, я вам представлю еще одного очень известного SkyWay. Вы, наверное... А вы куда? Впервые. Тяжело так сказать. Впервые у нас на вебинаре. Так что, друзья, это... Я тут стою рядом, поэтому... Михаил... Не так много народу. У нас 203 человека. Ну, в принципе, хорошая аудитория для того, чтобы... Приму на эфире. Господа, мы очень рады, что вы с нами. Мы очень рады, что, несмотря на то, что... Мы убеждены, вы и так верили в то, что делает Веницкий, в то, что делает вся его команда, все 15 константовских бюро в Минске. Вы с нами, вы нас поддерживаете. Тем не менее, то, что происходит здесь, это не среди нам. Я не хочу громких фраз, громких слов, фантастика и так далее. Просто мы реально привезли их в будущее. То, что соответствует всему тому, что от нас ожидает и Германия, и вся Европа, и мир. Об этом люди говорят в тех интервью, что мы снимаем. Сегодня люди говорили. И, более того, все то, на что у нас принято равняться... Даже мы сами, скажем так, полгода назад гордились, когда увидели свое имя рядом с именем Гиперлух. Гиперлухи на Берлинской выставке. Ну, вот здесь есть стенды трех компаний, которые занимаются воплощением этого проекта. Ну, вверх уже сразу, да, три компании, как и «Лебедь», «Рак», «Тащука». Какой-то человек высказал когда-то реки, три разных вот этих «Лебедь», «Рак», «Тащука» организации взялись ее воплощать. И что из этого получается, мы сразу же после... Вот Сергей Анатольевич меня перехватил по пути на стенды этих трех компаний. Вот мы снимем, что они показывают, что они представляют, и на днях выложим. Не буду ничего говорить. Все вы увидите сами. И достижения... И сравните с тем, что вы уже видели и еще увидите на стенде «Скайвэй». А еще в ближайшие дни с комментариями главного конструктора управления подружного состава Андрея Анатольевича Зайцева. То есть, хватит сотрясать воздух, нужно уже доказывать свою состоятельность делами. Что мы делаем? С вашего разрешения я откланяюсь и пойду исследовать, что же нам имеет предъявить. Я беру. Который, кстати, недавно один из, если не ошибаюсь, российских олигархов вложил здесь. Спасибо всем за внимание. Как говорят в Одессе, извините за компанию. Устрою место Сергея Анатольевича. Строй «Скайвэй», спасай планету. Благодарим, Михаил. Да, Михаил, спасибо. Спасибо вам. Так, вот, друзья, видите, у нас рабочая такая, так сказать, рабочая обстановка, рабочая, так сказать. Так, хотите на вебинаре чуть-чуть выступить? Свои эмоции? Буквально чуть-чуть. Как германцы в Германии. Так, друзья, сейчас ждем, пока освободится Виктор Бабурин. И также мы пригласим его выступить на наш вебинар. Это, кстати, охранный модуль. Это то, что будет перемещаться по интеллектуальному струнному ограждению. Вот так вот он выглядит. Собственно, здесь подключение. Охранный модуль может поповещать звуковыми, световыми элементами сигнализации. При необходимости поражать даже противника. Открывать огонь. Всем привет. А сейчас мы откроем огонь, потому что наводит драйв, энергию. И с первых уст расскажет зам директора по развитию ЗАО струнной технологии Skyway Technologies Co. Виктор Игоревич Бабурин. Приглашаем на место спикеров вебинара. Сергей Анатольевич, давайте тогда Виктора пригласим. Друзья, у нас вебинар. Еще один гость нашей программы. Я очередной раз уступаю им место. Всем привет из Германии, города Берлина. ЗАО струнной технологии. В течение четырех дней здесь уже показывает и будет показывать свои разработки. Мы пользуемся безумной популярностью. Вы бы видели сами. Очень интересно смотреть на контрасте наших коллег из соседних стендов, у которых 2-3 человека. У нас здесь столбы постоянно по 30-40-50 человек. Это как те люди, которые интересуются технологией из бизнес-кругов, которые здесь выставляются. Так и люди, которые являются нашими сторонниками. Журналисты со всех стран мира. Поэтому интерес очень большой. Я тут уже не могу начинать заговариваться. Я думаю, что на четвертый день я уже буду просто лежать здесь. Они будут просто позвонить инвесторов или заказчиков, а я буду просто им что-то говорить на автомате. Вот. На самом деле, конечно, интересно, что я хочу сказать. Я вчера был на церемонии открытия. Слушал внимательно, что говорили глава компании Deutsche Bahn, один из крупнейших мировых операторов железных дорог. Что говорила глава Ассоциации промышленных в Германии. Что говорила глава Канадской железной дороги. В чем проблема, да? Вообще все думают, что инновационное средство передвижения – это поезд, который ты набиваешь современным информационным оборудованием, и он у тебя становится почему-то инновационным. Но инновационным не становится. Глава канадской железной дороги оставил себе заслугу, что он смог провести Wi-Fi в сейчас существующую поезда. Конечно, это считается, наверное, развитием, но мы сами понимаем, что на инновационный подход это пока не тянет. То, что мы предлагаем здесь и показываем всем деловым кругам инотранса – это вот тот, как вчера вице-президент Симонс, который был у нас на стенде, он сказал, что это и есть похоже на тот недостающее звено между автомобилями и железными дорогами. Потому что железные дороги сейчас не являются самым эффективным передвижением, потому что это дорого, затратно, связано все с недостатком инвестиций, потому что так и с регулированностью. А сейчас самоуправляемые автомобили, которые являются мощным трендом, все равно не решают проблему полтора миллиона смертей на дорогах, потому что двигаются в том же пространстве, что двигаются и люди. Поэтому то, что выход второго уровня – это всем очевидный вопрос, уже даже не принимается, надо ли это или не надо, это точно надо всем, об этом здесь говорят все. Но вопрос цены железной дороги второго уровня решить не могут. Это очень дорого, это на порядок дороже. Вот что делегация, дорогие друзья, ну буквально в реальном времени. Это и есть новое недостающее звено, которое все искали. Это второй уровень, дешевизна, экологичность, низкая аварийность и возможность перемещать большое количество людей, отвечая вызовам нового времени. Вот, ну смотрим, будем презентоваться, дальше еще впереди два дня, интересный какой-нибудь есть большой. Спасибо большое, пойду обратно работать. Благодарим. Все воспринимается, все будет впереди, все отлично. Виктор буквально на несколько минут и все, больше времени нет, потому что сейчас облепят снова делегации с разных стран. Друзья, сейчас подойду на другой стенд. Вот, к примеру, наши соседи. Посещаемость. Или вот, к примеру, стенд. Или вот. Это наши соседи. Симмонс. Очень символично то, что мы находимся возле Симмонс. И мы не конкуренты, мы дополняющее звено. Это юнибайк, наш подвижной состав, легкий прогулочный, туристический. Откуда? Из Берлина. Так, ну а мы продолжаем наш вебинар. Мы тоже с ним, с таким непониманием, задвиганием там. То есть, нас тоже пытались там, так мы будем сильнее учинить, задвинуть. Ну, друзья, все равно это никому ничего не... Ну, скажем, не удастся. И я уже повторяю это второй-третий раз, что, друзья, мы просто с замиранием думаем, что сегодня ограниченное количество людей. Вот кто-то выходит, заходит постоянно. Так, сейчас постараемся найти также коллег наших с других инвестпроводящих систем, но я пока что не вижу. Интерес. Интерес. Это мало еще народу на нашем стенде, на самом деле. Так, более разгрузился чуть-чуть стенд. Вчера можно было сфотографировать, сегодня уже сложно. Так, может быть, Анастасию пригласим, расскажет, каким образом вообще организация... Слушай, она так устала уже после этого. Давай уже тогда. Это очень у меня интеллект в перископе. Возьмите. Ну, это потом тогда. Да, потому что это... А нам заманухали много правильного. Валера, так сказать, приветствуем всех, так сказать. Вот, поэтому... Здесь... И когда профессионалы... И, друзья, вы бы видели, это вчера жена Володя Маслова, ну, Ютина, она первая заметила такого, что приходят очень солидные такие... Мэны солидные там... Ну, вот это вообще Рабисова, учредители, Дойчбанка. Кстати, мы его тут показали в эфире, он такой грузный такой, он сел на наш мини-байк там. Что это? Вопросник. Да ладно, слушай, давай уже что-то поможем. Не, не, надо. Вот. Значит, соответственно, насколько меняются люди, когда они садятся в наш мини-байк, начинают крутить педали, и, соответственно, насколько у людей радость. А когда еще начинаешь, что ты крутишь педали, и на этом юни-байке движешься со скоростью 60 км в час, а вообще эта машина может двигаться со скоростью 150 км в час, ну, это просто вызывает... просто вызывает восторг. И такие, знаете, вот серьезные такие, там, важные люди, которые садятся, и вот они прямо с улыбкой прямо начинают светиться. Мы все это засняли, и будет репортаж, который Михаил сделал. Ну, просто вот это будет так интересно, потому что это десятки-десятки различных делегаций, национальностей, людей разных национальностей, разного достатка, разного положения. Поехал, красавец! Ну, это наш ребеночек, модель один к десяти. Когда-то мы были просто суперсчастливы увидеть ее вживую. Но сейчас это уже реальные образцы. Один к одному. Вы лучше спросите, если я не уверен. Вот это как раз основной вывод, который сейчас сделан, что из тенденций, из трендов, все подтверждают профессионалы, что только транспорт второго уровня, только автоматизированная система управления. И мы показываем решение. Ну и дальше, друзья, как развивается уже наш теперь уже Unibyte, который с установкой операционной бортовой системы уровня не ниже, чем Watson и IBM. То есть это искусственный интеллект. То есть это, скажем так, все вместе взятые компьютеры Москвы будут стоять вот в одном нашем Unibyte. И, соответственно, который сразу связан с оптиковым окном, это новый уровень. И как только мы заикнулись, что мы делаем закрытое пространство, которое с бортовой видео-аудиосистемы, которое с бортовым искусственным интеллектом, которое может перемещаться со скоростью 500 км в час в любую точку мира, естественно, это вызывает просто восторг. И я могу сказать, что у нас наши очень серьезные партнеры сейчас сделали заявление, готовят сейчас уже переговоры между ЗАО «Струнные технологии» – это белорусская инновационная компания, которая здесь представляет технологию, соответственно, с руководством IBM для того, чтобы рассмотреть вопрос о установке на наших Unibyte, которые после этого сразу стали Unibyte. Это бортовой информационной системы, равных которых сегодня просто еще не существует. Это мощнейшая система, потому что сразу объясню, почему это вызвало такой интерес, что эта система весом более 10 кг требует очень серьезной системы вентиляции. Естественно, мы это можем запросто сделать в нашем Unibyte, и поэтому Unibyte становится основой для того, чтобы втягивать в себя все мировые инновации, которые сегодня есть. Информационные – значит, будет стоять искусственный вентилятор, аудиосистемы – там будет стоять бортовая аудиосистема, вы понимаете, насколько она закрыта. видеосистема, система жизнеобеспечения и так далее, и так далее, и так далее. А Unibyte, который сегодня в состоянии решить все транспортные проблемы любого мегаполиса, от чего сегодня задыхаются все города мира, соответственно, это система, которая нужна уже вчера. А сегодня она готова к эксплуатации, и завтра она начнет строиться уже по всему миру. Это тоже, друзья, абсолютно сегодня свершившийся факт. И то, что та же путевая структура будет выдерживать, и она будет рассчитана и под перемещение Unibyte, Unibyte и Unibyte. Это все универсальные системы, это элементы Transnet, которого мы сегодня с вами создаем, и который в ближайшее время будет выходить уже. Да, еще хотел сказать в завершении чуть-чуть важный момент, который мы продумали. Так, дорогие друзья, еще мы получили множество, на самом деле, запросов и вопросов. Запрос равно вопрос, потому что когда-то каким образом вообще появилась концепция Unibyte, Unibyte. Во-первых, естественно, как бы это появилось в первую очередь в чертежах, мыслях Анатолия Эдуардовича. Когда рождается технология? Технология рождается, когда ее желает рынок. То есть сформирован был запрос, и у нас были сформированы запросы с ряда стран по туристическому легкому направлению. И многие люди... Я задаю вам вопрос, дорогие друзья, и сейчас чуть-чуть попозже мы сделаем опросник обязательно. Хотели бы вы, чтобы Unibyte имел платформу на колесах, то есть колесную базу, чтобы также Unibyte перемещался на колесах по обычной дороге. Пока у нас струнная инфраструктура не так распространена, как будет распространена через ближайшие пять лет во всем мире. То есть этот вопрос действительно задавали многие. То есть вот у вас струнная технология, у вас рельс, у вас подвесная система транспортная, у вас лифтовая система транспортная, новый уровень. Но мы бы хотели, чтобы на самом деле сегодня можно было пользоваться этой системой также в повседневной жизни обычных автомобильных дорог. И, собственно, мы в ответ на запрос рынка задаем вам вопрос, а хотели бы вы, чтобы так произошло? Хотели бы вы, чтобы появилась некая концепция Unimobile, то есть это Unibyte на колесной базе с возможностью перемещения по грязи, по снегу, по песку, по, естественно, ровной местности поверхности, по асфальтовому покрытию. С возможностью, соответственно, также перемещения на второй уровень. То есть это Unimobile. И, возможно, если такая необходимость будет у большинства людей, то посмотрим, какое направление также будет модернизировано в ЗАО «Струнные технологии». Сергей Анатольевич? Да. Значит, это действительно, друзья, сейчас это самое. Ну, там просто наши ребята сейчас заняты. Давай я. Я просник. Я просник. Давай. Кто-то занял. Сейчас давай, тогда делай я просник. Вот. Поэтому это тоже действительно из общения вот здесь вот на выставке, когда смотрят все, кто там про струну смотрит, они говорят, а в принципе ваш Unibyte, он может ездить там как автомобиль или там еще, так сказать, как бы это. И мы вот постепенно вот сейчас пришли все-таки к выводу к тому, что такой концепт во всяком случае проработать, показать надо. Мы это будем использовать, мы, естественно, это будем обсуждать, делать, смотреть. И так же, как в свое время вот приоритет вышел в Unibyte, потом в Unibyte по мере того, как они будут. Вот, друзья, закончили мы с Алексеем первый такой необычный вебинар из Unibyte. Вот, значит, как всегда там Тролль, Скайвей, Спасай Россию были у нас на вебинарах. Вот, мы не дали права, то есть я специально сегодня не выкидывал эти деятели, потому что одно дело, когда я сижу в кабинете, расскажу. Другое дело, когда я, друзья, сижу в Unibyte на выставке, где вот сейчас вот просто вот я так отдыхая после вебинара, вот видите, смотрю в дверь Unibyte, вон там родхук, с кем-то общаются наши ребята. То есть тут где-то десяток групп, где на разных языках общаются люди и тут, вон, видите, так сказать, это вот, это наш маленький стенд, понимаете, наши это. Вот, я вам говорил, что здесь за углом у нас, ну, вот там наверху написано какая-то известная подвесная дорога, вот этот дуримар какая-то. Вот, за ней стенд Hitachi справа, буквально вот 10 метров от нас Kawasaki, там, мировые гиганты, там, сегодня уже зарекомендовавшиеся производители, там, вот так вот по диагонали 15 метров, 20 метров. Сименс мощнейший стенд тут, знаете, и паровозы стоят уже здесь вот за стенкой, вот, поэтому, ну, интерес, я могу сказать, самый большой. И профессионалы подходят, ну, я говорил, друзья, мы просто с неким таким, мы это думаем, что будет завтра, потому что завтра придут люди, которые просто любят новое, любят инновации, любят. Вот, 336 тысяч билетов продано, вот, и, естественно, что здесь будет, друзья, на нашем стенде, мы предположить просто сейчас, вот, даже не можем, потому что мы четко знаем, что люди пойдут сюда, им это интересно, они хотят это увидеть, нужно смотреть эти набитые электроникой, там, сегодня паровозы, которые выпускаются в 20 лет, это уже, это, как вам стенд Гиперлупа. Ну, честно могу сказать, про него уже столько, друзья, про этот стенд Гиперлупа говорили, что мы его покажем сейчас, вот, чуть-чуть по этому, мы с Алексеем пойдем снимем там, просто сразу могу сказать, друзья, это ни о чем. И просто надо показать, чтобы его просто увидели своими глазами, хотя уже и Михаил снял, и, это же, ушатают наши, ну, будем, друзья, так сказать, он, он, в общем-то, крепкий, он рассчитан на то, чтобы, это, говорят, нас, это, говорят, над сувенирами Юлибайк не растащат завтра. Вот, так что, ну, вот, друзья, поэтому сейчас, давайте я еще сейчас пройдусь по стенду, вот так, буквально, чтобы вы видели, что, видите, у нас мы оборудовали сразу рабочее место, я говорю, эта идея пришла, я даже не помню, кому она мне, наверное, в голову пришла, давай, из Юлибайка, да, видите, то есть, насколько оригинально выглядит наше рабочее место, вот, то есть, музыка шла, которая постоянно, весь вебинар, они говорят, кстати, очень неплохая озвучка получилась, то есть, у нас вебинар был под музыку. Так, ну, вот, друзья, добрый вечер. Я, друзья, уже по сложившейся традиции в Юлибайке, в своем пространстве, точнее, Юлибэке уже, вот, очень удобно, вот, то есть, свое индивидуальное пространство, вот, сейчас мы температуру здесь чуть понизим. Вот, управление, видите, то есть, управление Юлибайком идет, вот, вот, как раз, как день прошел, вот, этот, друзья, мы сейчас возьмем за традицию, и каждый вечер, где-то, за сколько-то, до 6 часов, мы будем подводить итоги, соответственно, рассказывать, сразу говорю, что устали все очень сильно. Иначе, видите ли, Юлибайки? Нет, друзья, сейчас закончим. Эта модель еще Юлибайка не предназначена, чтобы что-то тут все с этими ремнями безопасности. Друзья, это вообще сама безопасная система, но, наверное, для тех, кто хочет, мы какие-нибудь поясные ремни, чтобы вы при резком торможении лбом в стекло не попали поставим. Ну, по-моему, намного для таких моментов лучше иметь подушку безопасности, это раз. Во-вторых, сама система будет, в принципе, исключать. Ну, наверное, с точки зрения безопасности, если будут такие требования к подвижному составу, будет... Ну, вы же сегодня, когда едете в поезде, не пристегиваетесь. Опять, кто-то тут сертификат. Вы когда сегодня в поезде ездите, вы что, пристегиваетесь ремнями безопасности? Вот. По-моему, нет. Потому что там другой уровень. Так, вот. Нет, а Илона Маска не сегодня. Илон Маск мы ждем, точнее, ну, там, или он, или его делегация у нас будет завтра, когда приедут именно французский инвестиционный фонд. До петли, добрались мы, друзья, до петли сегодня. Сняли очень хороший репортаж. Единственное, что, друзья, вот, ходит Михаил Киричалько, тоже уставший, так сказать, вот, это самое, тут кто-то опять хулиганит. Сейчас мы будем всех вот таких вот бойцов просто безжалостно выкидывать, так сказать, и это самое. Вон, видите, тут входит Рот Хук. Сейчас вот это самое, прощаемся с ним, он уходит. Рот! Это самое, thank you. Okay, very good. Tomorrow. I'll be here tomorrow. See you tomorrow. Восемь, nine o'clock, да? Sorry? Nine o'clock. Завтра в восемь у нас встреча будет? Да. Все, в nine o'clock. Tomorrow. What nine? Eight. Eight o'clock. Eight o'clock. Виктор, are you there? Yes, yes. Все. Это перископ? See you tomorrow. Так, see you. Okay. Thank you. Thank you. Так, видите, так, я здесь, это, репортаж веду. Ха-ха-ха. Так, тут пока я, видите, прощался с родом. Виктор, подводим итоги за день, два слова. Пришли филиппинцы, сказали, мы тормозим развитие подземной дороги, этого метро у себя. Через месяц, в течение месяца мы ждем от вас предложения. Будем делать, будем строить. Вот, друзья, в прямом эфире маленький комментарий, так сказать. От главного, кто здесь на стенде, провел сегодня, наверное, несколько сотен презентаций. Это главный контейн, в принципе. Нет, вот египтяне, мне это египетская железная дорога. Египетская железная дорога мне уже написали, чтобы не отработать, а не оставили, с ними данными обменялись. Что там еще у нас, катарцы были. У меня сейчас уже не могут поставить, не варят голова. Да, да. Так, Алексей. Ну, все больше и больше стран пригодилось сегодня. Стенд был очень сильно наполненный. Человек 50 рекорд был. Мы уже не то что со страхом, что с удовольствием можем предугадать, какое количество народу будет на пабликде. То есть на том дне, когда всем могут перейти на наш стенд, а не только руководители компании. Естественно, РЖД приходили представители. То есть они эту технологию не понимают. Для них эта технология непонятная. Ну и, собственно, вот контакты появляются из ниоткуда. Буквально вот я стоял возле этого стенда нашей модели. Один присидел. И, подожди, мужчина в педрограде. Видно, что внешность такая интересная. Все, как мы разговаривали, вот как Виктор сказал, это адресный проект потенциальный. В Террибинах там очень большая загруженность, громками, то есть понятные проблемы, но которые непонятно, как решить. Самая главная фраза, очень понравился, они сказали, что мы уже второй день ищем такую компанию, как вы. И мы ее нашли, можно ехать с Ассоциалом. Все, Алексей, строй Skyway. Спасай планету. Так, что, кого еще, друзья, нам надо? Так, это наиболее наши активные сегодня тоже. Удивляюсь вашей энергией, удивляюсь, так сказать, это, потому что все уже валятся с ног, все уже, так сказать, это, вот видите, еще, это наши партнеры, агенты, так сказать. Так, вот еще идет один тоже чуть живой. Михаил, на подведение итогов, буквально два слова в прямом эфире. Михаил, тут спрашивают постоянно про Hyperloop, как раз это так, Михаил, чуть-чуть. Я могу сказать, что Михаил снял отличный репортаж, завтра увидите, я специально не пошел снимать Hyperloop, чтобы не повторять того, что... Сделать лучше. Да, Михаил, лучше сделать невозможно. Поэтому завтра увидите репортаж про Hyperloop, сравнения, глубокие анализы, и самое главное, вы увидите крутизну этого стенда. Вот, поэтому завтра следите за репортажем, Михаил вам все покажет, прям, так сказать. Я можно сразу скажу, никакого глубокого анализа, никакой критики она там не нужна. Вы увидите и сами все поймете. Да, это такой небольшой анонс завтрашнего репортажа. Так, что еще? Hello. Вот, то есть, видите, это все закончилась работа сегодняшнего стенда. Я говорю, все просто... Виктор там еще продолжает, это наша английская делегация сидит, то есть, это наше теперь рабочее место презентационное. Вот, поэтому тегры устали все просто. Это тут Арман, тут тоже, так сказать, Арман, тоже он сегодня не закрывая рта и не покладая рук. Мы идем... Куда? Куда? Куда идем? Говорить, говорить, говорить. Ну, классная, 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 канька, вино? Не, нам надо воды, потому что нам нужно... Вот там на Семеновском стенде раздают воду, не ограничивая шампанское, пиво и вообще, так сказать... Просто здесь получается за водой даже сходить, потому что один человек закончил, то есть, не может, закончил разговаривать, и сразу же приходит второй, а теперь мне все там, а теперь мне... И... Ну, это мне очень нравится. Работная ситуация, я могу сказать, больше и больше людей узнают, и дистанция нам. То, что мы делаем, это просто вау. Поэтому всех вас поправим. И себя тоже. Спасибо, Арман, молодец. Это наш давний партнер, активист. Он работает в системе, в структуре Skyway Invest Group. Вот, и он здесь на стенде, он очень хорошо говорит на английском, и просто огромное количество сегодня людей, которые... Дальше там, видите, сегодня... Значит, друзья, что я вам хотел показать, я буквально отошел 10 метров от нашего стенда, просто чтобы еще раз это показать. Друзья, вот этот красный крутящийся стенд, там сидет большой, это стенд Hitachi. Слышите песни? Это живой звук, живая джаз. Это Siemens сегодня опять зажигает. У них там бесплатное шампанское, сосиски и так далее. Вот я показываю стенд справа от нас, это Kawasaki. То есть я к тому, что, друзья, очень достойная у нас компания, мы находимся между Hitachi, Siemens и Kawasaki. Вот стенд, это подвесной французской железной дороги, которая сегодня есть. Но вот, друзья, сейчас я в Unibyte сяду. Вот. Вкусно. Но, друзья, я могу сказать, что мы к конкурентам сосиски есть не ходим. Вот, это принципиальная позиция. А про Siemens я сейчас еще с вами два слова поговорю. Сейчас мы сядем с вами в Unibyte. Вот. Это персональное пространство. И я буду каждый вечер, еще завтра и послезавтра, делать репортажи. Здесь, видите, тихо, спокойно. Вот. Подвесной французская дорога, друзья, подвесная, это канатная дорога французская, так сказать, это. Поэтому я специально еще прошел, вам показал стенды, видите, то есть, чтобы четко можно было говорить, что Skyway находится на мировой выставке между тремя стендами. Это Hitachi, не надо объяснять, если кто не знает, что такое Hitachi, войдите в интернет, посмотрите. Kawasaki, если тоже не знаете, то посмотрите. И Siemens. Вот. Про Siemens хотел бы сказать два отдельных слова. Сегодня была еще одна делегация, уже на таком более низком уровне. То есть, пришла команда, которая технически уже спрашивали вопросы с нашими. Вот. А вчера я говорил об этом, но, друзья, наверное, надо еще на это акцентировать. Внимание, я Анатолию Дуарчу сегодня, вот, когда разговаривали, я ему прям на этом вопрос акцентировал, потому что он очень переживает, как все проходит, как, соответственно, у нас сегодня все складывается. Вот. И вчера был очень такой интересный момент, и Михаил Кириченко его обязательно записал, что-то под запись было с оператором. Вот. Пришел первый вице-президент Siemens. Он пришел через, ну, тут 30 метров, посказал, говорит, что за технология. Там изучал, Виктор сделал презентацию. Я стоял рядом, Алексей стоял рядом, Михаил с оператором снимали. И он посмотрел, посидел в Юнибусе, сел в Юнибайк, вот здесь вот, так сказать, как бы это, говорит, да, интересное решение, вы действительно интересный концепт, мы очень рады, там, давайте, там, рассмотрим вопросы, как, где мы можем сотрудничать, то, что вы не занимаете ту нишу, которая, ну, там, не может быть представлена. И потом, знаете, уже так, ну, так очень хорошо, по-доброму покрутится. Знаете, на всех действиях вот это вот, когда покрутил педали, вот это, знаете, так сказать, когда это, вот, очень так это, на всяк впечатляюще производится, что можно сидеть, заниматься фитнесом, ехать со скоростью 60 километров в час. Вот, ну, и потом так стучит, он говорит, ребята, ну, хорошо, говорит, сделанная, конечно, модель полномасштабная, все, говорит, а когда вы сделаете машину, ну, которому будет эта, Виктория, да вообще-то, говорит, это действующий образец, и она прямо отсюда, там, с недельной задержкой на выставке, в Минске неделя будет транспорт, она сразу встает на испытание, мы под нее сейчас уже монтируем путевую структуру. Друзья, вы бы видели лицо вот этого вице-президента, это серьезнейший, ну, представляете, это концерн мирового уровня, то есть, когда, то есть, это специалист, это профессионал, и когда он узнал, что это действует, что это не просто макет, это не просто полномасштабная, а это действующая машина, которая встает на испытание, и что мы сюда привезли рабочие, это, он, просто он понимает сложность, он говорит, сколько вы же это делали? Ну, Викторс так скромно сказал, что год назад мы только получили площадку, и, в принципе, вот сейчас выходим на испытание, потому что, если бы ему сказали, как Юницкий действительно это сделал за меньше четырех месяцев, там, чуть больше трех, ну, друзья, просто нас бы посчитали ненормальными, и не поверили, поэтому скромно говорим, что год, но, и когда он сразу встал, он говорит, друзья, а это что, показывая на, ну, то есть, вот отсюда прям, как посмотрел, я вам показываю, просто показывает вот эту машину, то есть, видит, вот, видит вот этот вот Юнибус городской, и спрашивает, что, друзья, это тоже полномасштабная модель, которая не, это самое, не просто предпоказывающий прототип, а это действующий реальный образец. Мы говорим, да, и вот, вот сейчас, в данный момент идет монтаж путевой структуры под него, которая, так вот, друзья, как специалисты, как профессионалы, его это настолько впечатлило, и он, вот, он искренне сказал, я говорю, друзья, это снимали, как вы это увидите в репортаже, он сказал, что я искренне вам, ну, он не горжусь, он сказал, он говорит, ребята, я просто в восторге от того, что вы делаете. И, конечно, из уст такого уровня специалисты и профессионалы, конечно, это было слышать, ну, друзья, очень, я Анатолию Доварчу позвонил, сказал, Анатолию Доварчу, примите прям искреннее уважение, искренне это от вице-президента, первого вице-президента Сименса, который сегодня делал, причем, ну, который сегодня был, посмотрел и оценил. И это, друзья, как раз говорит о том, что работа, которая делается, она, ну, не то, что достойнейшая, а мы сегодня, друзья, я ей завтра еще раз покажу, то есть, чтобы вы видели, мы находимся в компании. Естественно, у нас стенды не такие, как у Хитачи и Кавасаки, потому что у них там постоянно джаз, живая музыка, шампанское, причем очень дорогое, виски раздают, там еще, то есть Михаил Кириченко прикалывается, говорит, ну, если им нечем завлекать хотя бы технологиями, так завлекают хотя бы жрачкой. И там сосиски тут же жарятся, и все, там народу там на халяву-то всегда же там что-то толпится, так сказать. Вот они сейчас, вот вчера большой концерт сделал Сименс, сегодня вот выступает Хитачи, у них там музыка, вот, завтра, я так понимаю, Кавасаки будет. Так у них, друзья, один просто вот этот стенд, который сейчас, у Кавасаки он где-то по миллиону долларов, у Сименса два миллиона долларов, плюс обслуживание, там еще, еще. Поэтому, друзья, мы считаем, что нам не то, что не целесообразно, что, а народу, чтобы вы понимали, друзья, и завтра мы это еще покажем, а народу у нас больше, чем у них. То есть, вот сегодня мы вам показывали в прямом эфире, у нас просто здесь было не протолкнуться, у нас вот на этом пятачке, на которой сейчас, видите, вот все стоят, вот там, как бы, окончательно, было по 50-60 человек. Мы просто толкались, там ходили, все работали, то есть, у нас все-все-все-все-все, кто, это каждый вел переговоры от одного к другому, так сказать, и это, как бы, работа. Друзья, а что будет завтра, я просто боюсь предположить, особенно, что будет послезавтра, потому что здесь вот небольшой у нас такой участочек, я думаю, здесь будет пройти будет невозможно, и это же эффект какой, чтобы едут наши друзья, наши партнеры, которые хотят, но это еще будет свободное посещение, и все будут смотреть, и, естественно, что там, где люди, это значит интерес, поэтому я думаю, что послезавтра к вечеру мы всю выставку здесь соберем, вот, поэтому контакты, вот тут задавали вопросы, друзья, мы просто вечером уже когда сидели с Виктором, с Алексеем, начали пересматривать визитки, и просто диву давались, там, зам генерального директора Катарской железной дороги, там, государственная компания индийская по всем перевозкам в Дели, там, ну, как будто, я говорю, вот такие пачки визиток, кто приходит, и там, там, соучритель, совладелец Дойче Банка, там, который был, кто тут, потому что когда визитками быстро обмениваемся, это самое, да, тут задают, все, площадь бесплатно, да, это нас пригласили, поэтому мы не расширяли площадь, они нам дали засунули в самый дальний угол, потом здесь еще, ну, это потом, друзья, что сейчас нет, там, пытались еще даже определенные, там, палки колеса ставить, все, друзья, было, но со всеми справились, совсем, так, спали ребята, подготовились, там, по 20, там, 40 минут, все они это самое сделали, и выступление сейчас обошло, ну, как бы там, вот, вот тут тоже все, да, друзья, бесплатно все, единственное, потому что мы, естественно, заплатили за перевозку сюда, за страховку, за монтаж, сейчас это будет обратно, это вывоз, естественно, друзья, это все деньги, но я могу сказать по тем уровням инвесторов, по тем уровням интереса, которые сейчас есть, это, друзья, не то, что того стоило, это несоизмеримые вещи, особенно, вот я вам, мы же рассказывали, мы с германскими инвесторами сейчас активно ведемся, так вот, просто сама мысль, то есть, вот немцы, у которых есть, они до сих пор, не то, что до сих пор, они не верили, что мы приедем на Юнитранс, ой, извините, друзья, по Фрейду, не Юнитранс, а инотранс, я думаю, что со временем мы будем действительно проводить свои выставки уже Юнитранса, вот, они не могли представить, и когда сегодня пришли наши немецкие инвесторы, вот, которых я приглашал с агентства, и они, когда нас искали, они говорят, выставка большая, не можем найти, у нас уже стандартный ответ, друзья, берите карту, ищите самый большой стенд Симминса, и буквально в 10 метрах от стенда Симминса, между Хитачи и Кавасаки, вы увидите Skyway, и Симминс, естественно, тут стоят везде указатели, Симминс, они находят сразу, вот, и поэтому, друзья, когда они приходят и видят, что рядом с выставкой Симминса, мощнейший, крупнейший, там, т-т-т-т-т-т, рядом с Кавасаки и Хитачи находится наш стенд, но Род Хук сегодня, вчера в интервью, он уже видели, выложили в чат, он просто сказал, вот вещь, которую я прям, я говорю, Род, вот, большего, скажем, там, комплимента для Юнитского, для проекта я не мог услышать, он говорит, я профессионал-транспортник, это бывший министр транспорта Южной Австралии, это человек, который возглавляет мощнейшую, там, с миллиардными, там, десятками миллиардов долларов, оборот, инвестиционную компанию, он говорит, я прошел по выставке, здесь нечего смотреть, инновация только здесь, и поэтому я здесь, понимаете, вот это дорогого стоит, и Виктор тоже прикалывается сегодня над всем этим, считается, что эти железнодорожники воткнули компьютер и поставили аудио и видеосистему, и 3D-реальность, то после этого их железная дорога, которая уже, там, 250 лет в обед, будет, стала инновационной. Вот, поэтому, друзья, команда работает очень слаженно, вот, все проводят огромную работу, я говорю, тут просто приходят, приходят люди, с ними идет индивидуальная работа, постоянные контакты, визитки, поэтому, вон, видите, и эффект уже, вот, то, что Виктор сказал, просто прокомментирую, что филиппинцы сказали, что мы пересматриваем государственную программу сейчас транспорта, и будем ориентироваться именно на Skyway, и, естественно, ждут теперь делегацию, теперь Виктор будет еще чаще и еще быстрее ездить по разному роду такого странного на самом высоком уровне, потому что это действительно, друзья, того стоит. И процесс этот уже запущен, он идет, и сегодня уже ни у кого нет сомнений, вот, у нашей команды, что вот они стоят, юнибайки, юнибеги, юнибусы, вот идет монтаж путевой структуры, выставимся на неделе транспорта в Боливию. Друзья, Боливия будет обязательно, никуда она от нас не денется, потому что мы для Боливии, это просто спасение, поэтому дальше можно перечислять еще десятки и десятки стран, где все это надо, поэтому активная работа идет, ему надо преемника. Не понял, так сказать, друзья, не отслеживаю видеомонтаж, в горке снимают. Естественно, друзья, ну, как вы думаете, естественно, и снимают, и делают, и все это вы увидите, и уж с точки зрения информационной открытости, мы уж, соответственно, не спрятать, не это самое уж, мы не заинтересованы, все делается, но все увидите в свое время. И вам показать это сам должен, естественно, только генеральный директор, генеральный конструктор, поэтому мы некоторые вещи сейчас анонсируем, мы некоторые вещи подготавливаем, потому что, друзья, мне просто вот за такие вещи просто обидно, когда подходят, стучат и говорят, что это за ерунда, там, пластиковая штука, там, эта моделька, там, еще что-то, а понимать, что это сегодня мирового класса, сделанная на мировом уровне машины, которая меняет весь концепт мирового транспорта, ну, на это просто, наверное, надо иметь мозги, а не просто кучу, извините, гэка, которой хочется на кого-то вылить. Поэтому, еще раз повторюсь, друзья, усталость дикая, потому что это вот с утра, вот мы сюда как-то заходим, естественно, никто без обедов, без это самое, вот до вечера, как, потому что, вот как Арман сказал, один заканчивает, второй, и всегда хочется никого не пропустить, получить максимальный эффект, поэтому, и второй, друзья, еще один момент, который обязательно хочу подчеркнуть. Мы с Алексеем прошли немного, поснимали еще утром по разным стендам, видели наш трансмаш-холдинг, там они делают что-то для электровозов, там еще. Друзья, вот здесь у нас рядом стоит, вы не представляете, какие скучные лица, как вообще там это, чиновники для чиновников что-то делают, и представляете, наш стенд, друзья, здесь все весело, все интересно, бегают, причем, друзья, у нас никто никому ни за что не платит, это все наши активисты, это все наши волонтеры, в прямом смысле, хорошие волонтеры, никому сюда не оплачивались командировочные, ну, за исключением конструкторского бюро, которое монтировали стенд и все, и вы бы видели, сколько здесь народу, энтузиастов, идет работа, и все, и это действительно живая вещь, и людей это подкупает, они заходят и говорят, о, вы кто такие, что здесь происходит, какой-то, вот, поэтому, друзья, я могу сказать, это, конечно, впечатляет, и к нам подошли вот с этого, с французского, это, скажем так, комплимент в сторону Виктора Бабурина, он же отвечает за развитие, за организацию процесса, он подходит, он говорит, ребята, кто у вас маркетологи, что у вас столько народу постоянно идет, и идет, и такая у вас там живая тусовка, он говорит, кто у вас это организовал, ведь это, типа, а у них там вот за стенкой, у них там и кофе наливают, и виски наливают, и вино наливают, и кока-колу раздают, и печенье, и орешки, и пожалуйста, все, я вам покажу завтра, так сказать, это и народу никого, сидит один какой-нибудь там, читает это самое все, и у них стенд, ну, раз, наверное, в 10 больше, чем нашего, прям за стенкой вот здесь вот, вот, а у нас здесь пятачок, так сказать, это и постоянный народ, и постоянно это, и знаете, друзья, это вызывает определенную, ну, такое, действительно, по-хорошему гордость, потому что результат идет от того, что мы представляем, людям это интересно, люди проходят, видят, смотрят, ну, а когда садятся и начинают крутить эти педали, и начинаешь объяснять, что этот байк вот на этом кручении, видите, как вы будете крутить педали, будет ехать со скоростью 60 км в час, а когда вы добавляете аккумулятор 150 км в час, и вы так, глядя в окно, а когда еще там у вас операционная система и так далее, это такой некий велосипед третьего тысячелетия, у всех просто вау, это же действительно интересно, вот, понимаете, так сказать, поэтому, друзья, давайте вот, подводя итоги, так сказать, мы сегодня, у нас еще есть одна встреча с Алексеем, с Виктором, вот, именно с инвесторами, завтра у нас в 8 утра уже встреча с большой делегацией с Чехии, с Братиславы, вот туда Виктор едет, РОД приедет обязательно, то есть сделает презентацию адресного проекта по Австралии, потом в 9 у нас сюда приезжает крупнейший, я вам могу сказать, инвестор инвестиционного фонда, поэтому у нас завтра вот этот день весь, 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 вот так вот это, и все это будет еще и перемещаться и делаться, это самое, что, юнибайк показать? Юнибайк показать? Видите, так сказать, так что, друзья, видите, тут начинаются, то есть еще инвесторы, А что здесь? Здесь сел дисплеер, ну, мультимедийная система. Вот можно здесь со второго посмотреть, потому что здесь и педали можно покрутить, да. Видите, друзья, приходится освобождать помещение, вот, то есть, репортаж я фактически такой завершающий за сегодня сделал, вот, то есть, видите, сразу шумно, вот, еще раз, так сказать, это, еще раз, а, вот я коли вышел, давайте я вам покажу тогда эту подвесную дорогу, видите, так сказать, вот их стенд, то есть здесь вот все там модно, как бы сделано, вот такая штучка стоит, вот такие эти крутятся, вот, и народу никого, вот, так что это самое, вот у них кабина ихняя стоит, вот, наверное, давайте я из ихней кабины проведу репортаж, вот, то есть, так сказать, это вот стеклянный пол у них, конечно, оригинально, вот, это кабина подвесной канатной дороги, вот, и вот они сегодня подходят к Виктору и спрашивают, кто у вас маркетологи, потому что такое количество народу, как у вас есть, и такой интерес к проекту мы никогда не видели, вот, ну, вот, друзья, давайте так, что начали в нашем юнибеке, закончили в железной, в этом, в подвесной дороге, вот, и еще раз, чтобы, так сказать, уже не днем, что не быть голословными, то есть вы видели, я только отошел, вот, вот он стенд, огромный стенд Кавасаки, вот, то есть его там, он и туда, и туда, вот выходит, вон стенд Сименс, сами видите, и вот эта красная, это самое, между нами еще какая-то странная компания с названием Дурмазар, ну, мы ее между собой называем Дуримар, вот, то есть, так сказать, потому что сегодня нет худа без добра, хотели, видите, вот у них какая-то площадка, вот, офис, ну, в смысле, стулья, там, все это, буфет носят, это, мы с Алексеем хотели вебинар здесь провести, вот, хотели вебинар здесь, понимаете, они так на нас начали фыркать, вроде как, что такое, зачем, так сказать, как бы это самое, так, все, Михаил, я еще здесь, я пройдусь, да, Михаил еще, так сказать, это, я пройду, проинспектирую наших соседей, почувствую, чем они дышат, да, я уже показал тут наших ближайших соседей, я говорю, что мы так скромно между Сименсом, Кавасаки и Хитачи, я хочу сказать, что вообще впечатление, что они все привлекают там песнями, плясками, едой, с сием, да, а мы привлекаем, собственно, технологии, да, да, и вот вы, я рекомендую, подойдите к Вабурину, пусть он расскажет, что ему говорили с соседних стендов о работе нашего отдела маркетинга, подходите и спрашивайте, что вы делаете, что вас только народу, вы подойдите к Виктору, он расскажет, рекомендует, ну не прощаюсь пока, все, друзья, вот, ну давайте тогда, наверное, вот, Алексей, на сегодня уже будем, друзья, заканчивать, еще, кстати, тоже забыл сказать, подходили с различных департаментов Сименс, сегодня с отдела производства уже подходили и говорили, что если вы пожелаете с нами посотрудничать, то есть они идут к нам на вы, в производстве подвижных составов, совершенствования, то будем рады посотрудничать. Да, вот, тут вот уже, я не знаю, тут третий раз задают вопрос, друзья, если вы не слушаете это, этот стенд организаторам предоставляется бесплатно, когда представляется технология. Мы оплачивали только доставку из Беларуси подвижного состава и монтаж его здесь, все, остальное, друзья, это только за счет организаторов, ну, в смысле, за счет организаторов. Мы не платили за дополнительные площади, мы не доплатили за дополнительные услуги, поэтому у нас нет воды здесь, нет кофе, нет конфет, которые всем раздают, то есть мы едой не завлекаем людей. Мы раздаем только буклеты, сегодня только журналы и только, соответственно, тех материалов, которые нужны для работы. Ну вот, друзья, давайте на этой ноте, то есть видите, Виктор еще, он ведет окончательную презентацию, хотя все, уже в 6 часов выставка закрылась официально, но со стенда еще люди не уходят, поэтому, друзья, завтра в 8 утра мы начнем трансляцию с вами встречи с инвесторами Чехии и Словакии, которую будем вести все мы и род с Виктором Бабуриным. Потом в 9 у нас первые начнутся встречи здесь, где будет, возможно, мы будем включаться, где люди будут не против, потому что вот... ...предельдоп, они сразу бы хотели, чтобы... ...предельдоп, он вообще Solid today ...предельдоп, ano что... ...предельдоп... ...предельдоп.. ...н kot del вдомыкать, ... limp이드... ...